Приветствую вас. Давайте я, наверное, вам сначала отвечу на ваш вопрос, потом уже разберу ваш вопрос, а потом уже выскажу некоторые свои мысли по поводу вашей ситуации вообще в целом, как мне кажется, имеющий некоторые важные моменты. Итак, снова нужен ваш совет. Значит, я посмотрел ваш профиль. Екатерина вас зовут. Екатерина, психологи не дают советов, понимаете? Вот не дают советов психологи. Не занимаются. Психологи дают рекомендации, психологи помогают лучше понять себя, но не дают они советов. Поэтому в данном контексте мне представляется необходимым это сразу прояснить. Значит, благодаря месяцу назад встретились с мужчиной. А встретились с мужчиной где? Как? По поводу чего? Что вас объединяло? Что было общего между вами? Завязались отношения? Опять же, как? То есть, отношения у вас завязались что? Вот так быстро? Или как? Понимаете ли вы, что отношения, они не могут... Ну, не могут они... Завязаться быстро. Так. То есть, им... Им нужно время. Им нужно время. Им нужно время, чтобы развиться. Если отношения развиваются быстро, через всю. Значит, это отношения чисто между мужчиной и женщиной. И... Человека в этих отношениях нет. Ну, чисто вот... Чисто личностного аспекта в этих отношениях нет. Поэтому то, как отношения завязались, тоже очень важно. Чтобы вы... Сами это... Ну... Как-то, как-то вот... Сформировали, сформулировали для себя. Дальше. Значит, пишут часто, что скучают, любят, называют единственными. И так далее. А почему пишут? Опять же. То есть... Вы не встречаетесь? Через пару недель после отъезда... Отъездных куда? Какого отъезда? Сказал, что младший брат заинтересовался моей сестрой. Я попросил ее контакт. Я попросил ее контакт. Ну, я, конечно, не знаю, где контакт. Он вас попросил. В какой... Ну, в каком сервисе. Взаимодействие, да? В каком... В какой среде. Вот. Но вообще, как правило, люди сами обращаются. Я не очень понимаю, почему вы дали контакт. То есть, если вы действительно брат, то брат он мог бы сам написать вам, например. Потому что, ну, каждый контакт по-любому был. И почему... Старший брат, да? Сам... Разбирается... С личной жизнью младшего. То есть, это... Ну, как минимум, как минимум, это подозрительно. Вот. Как минимум. И, как максимум, это ваша... Ну, такая, знаете... Я бы сказал... Ну, может быть... Поверхностность. Может быть, излишнее доверие. Может быть... Наивность. То есть, у этого есть причины. У того, что вы восприняли поведение мужчины, как... Ну, за чистую манеру. И опять же... Опять же... Не совсем понятно, было ли у вас общее что-то. Насколько у вас много общего между вами. Понимаете? Вот. Тоже... Довольно... Важный, но абсолютно... Непонятный момент... На... На самом деле... Для меня, по крайней мере, вот, исходя из... Того, что... Вы написали. Дальше. Сестра согласилась. Они начали общаться. И вот вчера я попросила... Сестру показать фото того брата. Зачем? Зачем? О боже! На фото мой милый собственной персоны, но лет десять назад через Google нашла это фото, как единственное и заглавное в его профайле одной соцсети. Угу. Ну, вернее, как бы, комментариев никаких не будет, потому что... Человек, очевидно, преследовал свои цели. Скажу честно, что подаврения в его продолжающихся поисках... Поисках кого? Для чего? Были? Ну, помыслить, что он пишет моей сестре под... Видом... Другого человека меня убили. Скажите, а если подаврения в его продолжающихся поисках у вас были... Что... Вообще, вот в этом случае... Если у вас были подаврения, вы зачем с этим мужчиной в отношениях-то продолжали находиться, если подаврения были? Вы... Чего ожидали? Как бы, ну... От этого человека? Если... Подаврения, именно если подаврения были... Ладно бы, если подаврения не было. Я бы понял. А так... Подаврения были, но вы эти подаврения, получается, как бы, игнорировали, да? И в отношениях с мужчиной находились. А... Разве... Вы не знаете? Разве вы интуитивно не чувствуете, что... Если в отношениях нет доверия... То... Эти отношения обречены... На... На... Навал. Ну... Так... Также стоит добавить, что он пишет каждый из нас, как хочет... Скорее, за счет ребенка и многое другое. Ну, это пишет. Понимаете? Вот это пишет. Это не личное какое-то общение. Но, в любом случае, это никакого значения не имеет, потому что у мужчины есть явно свой план, и он этому плану следует. А... Передать все свое отношение сложно. Понимаю. Но парадокс в том, что это отношение не к мужчине. А это отношение, по сути, к самой себе у вас. То есть это... Такое... Проецирующее чувство. Потому что вы... Сами... Позволили себе... Вывести отношение... Вступить. Зачем-то. Спешили, возможно. Возможно... Возможно... Торопили для чего-то. Возможно... Вам нужно что-то. Вот. И... Это же происходит из-за... Того... Скорее всего... Что вы себя... Вот... Такой... Какая вы есть... Не принимаете. Такой... И я могу... Сказать здесь... Только... То... Что вот... Данная... Реакция... Ваша... Она связана именно с этим. С тем, что вы себя не принимаете. Поэтому отношение направлено не на мужчину. А на себя. Потому что мужчина... Он... Как выяснилось... Вообще не был тем... Кем вы его себе представляли. Мужчина... Он был совсем другим вообще... Человеком. И... Это означает, что... Того... С кем вы... Были в отношениях... Того, с кем вы... Находились в отношениях... Вот... Этого человека... Нет. И... Кому вы будете разглашать? Для чего вы будете разглашать? Что мужчина... Он... Не знает... Что он... Вот... Что он делает? Что мужчина не в курсе... Что он делает? В курсе... Знает. И... Ему ничего не будет от того, что вы его разоблашите. Ну... Получит он... Своё удовлетворение... От того, что... Вы расстроились. И всё. Вы поймите, что этот человек трус. Трус, который... По большому счёту... По большому счёту... А... Просто... Она просто... Боится настоящей близости... И... Скорее всего испытывает... Болезненную потребность в самоутверждении. И... Ваши... Слова... Ваше разоблачение ничего не дало. Ни вам... Ни ему. Поэтому... Я задаём вам вопрос. Для чего... Вы... Хотите сообщить этому негодяю о разоблачении? Зачем выражать свои мысли в одном сообщении? Что вам это даст? Подумайте. Потому что... Эта проекция... То, что у вас... Это проекция. Эти проекции... Они... Относятся... Не... К реальному человеку... Ещё раз. Повторяю. А... К человеку, которого вы... Себе вообразили. Вот. Ну, это... Совсем не то... Что реально из себя представляет человек. Понимаете? То есть, реальный человек, он другой. И ему плевать на... Все ваши... Разоблачения. Ох, вот. Постарайтесь этот момент для себя уловить. Теперь... По поводу... Того... Что вы... По поводу того, что вы... По поводу того, что я хотел сказать именно про вас. Так что, смотрите. Один вопрос, который вы задаете в психологии любовных отношений. Есть мужчина-инозванец, к которому меня отношения в кавычках переписка шесть месяцев. Все шесть месяцев мы планируем. Целечение пока не сложилось. Это отношение явно не складывается у вас. Далее. Значит, вы пишите десять месяцев общаясь с моей женой с сайтом. То есть, получается, сайт знакомств имеется в виду. Общение романтическое. За это время виделись только по фото. Общение по электронной почте, клянется не женатым. Постоянно планируем встречу. Вечно что-то отрывается у него. Я сильно привязался, хоть понимаю, что все это не нормально. Вот. Более того, заметил, что последнюю неделю он часто заходит на сайт. При этом часто стал любикать еще больше. И до этого не доходил. Видео активность стейкового профайла. Как раз нажмем по связи. То есть, отношения здесь у вас явно зависимы и явно основаны не на доверии, а на вашей приятности. Да? Здесь тоже все складывается неудачно. И вот, собственно, еще один вопрос. Тоже ваш вопрос. Опять познакомились на сайте. на сайте. На сайте. В общем, вам был секс на второй день. Ну и, в общем, это тоже вопрос. Где вы раскрываете свои отношения. Да, я не буду, ну, я не буду, как бы, читать весь текст. Вот. То есть, тут тоже есть какие-то проблемы у вас. То есть, есть триггер в поведении у вас. Что вы знакомитесь на сайтах с мужчинами, с которыми отношения у вас не складываются. значит, в вашем именно поведении что-то не так. Что приводит к постоянно тому, что возникает проблема. Начнем вообще с того, зачем вы на сайте знакомитесь. Для чего? Ведь на сайтах между людьми мало общего. Наверняка. Понимаете? Вот. Так что, здесь нужно работать. Не вот это делать то, что вы делаете сейчас. А над собой. Над своим поведением. Над своими желаниями. Над своей стратегией выстраивания отношений. Над тем, почему вы на сайтах знакомитесь с мужчинами, а не в реальной жизни. Над образом мужчины, который вам нужен. Над тем, как вы к себе относитесь, потому что здесь у вас, ну, явно есть неуверенность в себе, страх и так далее. Вот это нужно все прорабатывать, и тогда, я думаю, проблем не будет. Иначе просто снова и снова вы будете задавать вопросы, снова и снова вы будете огалываться в каких-то ситуациях, которые вам не очень приятны. Ну и по итогу вам это кроме разочарования ничего не даст. Вот. А на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи! 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 Удачи!